Он поднимается на диван с пола при помощи рук. Часть ног ампутирована. Сергею Демьянову 55 лет, 8 из которых пытается доказать, что живой. Хотя в 2014 году был похоронен бывшей женой. Об этом он узнал от нее утром, 1 января. 1 числа звоню, поздравляю, поздравляю, звоню на домашний сначала. Я говорю, алло, Ольга, она раз трубку бросила, не пойму. На сотовую набираю номер. Она опять, кто? Я матом говорю, конь в пальто, бывший муж. Как? Я тебя похоронила. В то время он подрабатывал на ферме за Энгельсом. С этого разговора и началась невероятная, но очень печальная история Сергея Демьянова. Приехав в Саратов, он был ошарашен еще больше. Открывается дверь, я захожу. Сосед участковый. Он говорит, а у тебя в гроб, все, официальные похороны были. Я захожу, он говорит, что-то не в обморок, а мы тебя похоронили. И еще претензии. Говорит, ой, а похороны официальные же все были. У меня даже смешно. Ты нам еще 40 тысяч долларов на поминки потратили. Ну, у меня уже это. Вот. И участковый говорит, надо идти. Я говорю, что, как теперь, документы твои недействительные, никакие. Вот, справка, свидетельство о смерти. Я похоронен. Вот почему я поражаюсь. Я был в конце октября, вот, видели друг друга. Справку смотрю о смерти. Это, вот, труп, найден где-то в районе космоса. Но это там не написано, просто мне потом сказали. Театр космоса. Да. А живой инопролетарик. Как? Откуда? Привезли именно мне, ну, жене. Я им это вопрос начинал, тоже задал. Я говорю, почему отпечатки не взяли? Ближайший родственник, жена опознала. Похороны прошли на Увекском кладбище. Однако, где находится сама могила и кто в ней на самом деле захоронен, Сергею Демьянову неизвестно. Я, наверное, хотел съездить на свою могилку, где ее искать и кто там похоронен. У меня бывшая супруга говорит, ну, там уже табличка, ну, перед память ставишь табличка, вот это, раз, все уже убрали. А где я даже, ну, я поеду, кто мне покажет, и что я это покажу. Мы попытались связаться с бывшей женой Сергея Ольгой, однако на наши звонки она так и не ответила. Сейчас он живет в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Здесь берется за любую работу. Вот помогает столовая при раздаче пищи. Но одно из любимых занятий – это уход за клумбами. В момент съемки пошел дождь. Сергей расстроился, что не смог показать, как ловко управляется с поливом. Ног он лишился год назад. До этого четыре дня блуждал по лесам в Лысогорском районе в поисках дороги на трассу. Впоследствии оказался сперва в одной больнице, потом в другой, а позже уже совсем без ног. Ходил-то я, ну, тяжело. Роза этот врач смотрит, говорит, елки-палки, ты где лечился? Я говорю, там-там-там. Он говорит, у тебя четвертый станет только пилить, ну, компутирует. Это было в третьем мае. Какого года? Это 21-го года. Как утверждает Сергей, в отношении сотрудника полиции, кто занимался с тем трупом, который похоронен под именем Демьянова, и бывшей жены начались судебные разбирательства. А восстановление документов было невозможно без их завершения. Странное обстоятельство. Больше никто из родственников умершего не опознал. Сестра с района приехала. В обморок падает, это не он, а что-то гроб стоял около дома, потом на кладбище всего. Племянник подъехал, вот рядом. Он говорит, я из машины вышел, не ты. В дверь ухлопнул, уехал. Соседи многие, большинство, которые знают. Потому что все были на моей вообще стороне, женщины и мужчины. Говорит, да это не Сергей, ушли. Ну, кто-то на халяву пошли, как говорится, напоминать. Сейчас Сергею Демьянову восстановить документы и жизненную справедливость помогают сотрудники фонда социальной поддержки «Хорошие люди». Место, где оказывают помощь нуждающимся одиноким и пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям. Валентина Дубровская, старший социальный работник, говорит, сейчас часть документов для Сергея уже готова. Через суд нам удалось восстановить его, ну, аннулировать, скажем так, его свидетельство о смерти. Вот, сейчас на данный момент он числится в живых, мы восстанавливаем ему документы, у него уже восстановлен паспорт. Но наша сейчас основная задача – это оформить ему инвалидность, поскольку у Сергея нет ампутированной ноги, нижней конечности. Вот, и оформлением инвалидности мы сейчас занимаемся непосредственно. Чем мы им помогаем? Ну, это и работа по поводу оформления протезов, да. Дальше, как бы, все эти обследования, какие-то назначения врачей, то, что необходимо сделать для оформления его инвалидности – это вот наша сейчас задача и помощь Сергею. Сергей выразил свое какое-то намерение, желание работать. Мы с ним поговорили про его интересы, он сказал, что, возможно, это будет ремонт обуви. Вот, в эту сторону мы тоже, да, вот ему пытаемся как-то помочь, обучить, возможно, или найти какое-то уже, да, в качестве подмастерья возможность работать. Ну, вот такой план. То есть, как-то его возвращать уже к жизни, чтобы у него была возможность, ну, социализироваться. Сам Сергей до этого трудился на различных заводах, поэтому к работе привык. А встретиться с нами в первую очередь решил для того, чтобы показать другим, как в одночасье может измениться вся ваша жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!